всем доброе утро дорогие друзья у нас сегодня будет необычный урок из машины из машины я еду еду и должен был приехать 10 но не успеваю доехать поэтому будет урок из машины так кто присутствует может все сегодня не успели доехать нас максим перечнюк перенчук до жизнь такая да что в жизни в жизни есть ожидаемое это то что человек ожидает получить от жизни и он планируете планы ставит цели это ожидаемое можно сказать желаемое а иногда есть ожидаемое нежелаемое знаете есть тоже интересно некоторые люди ожидают того чего не хотят то есть они говорят вот скорее всего будет там плохо например они же не хотят себе чтобы было плохо но они так значит задумывают вот будет плохо все и и а другие говорят нет будет хорошо потом когда ситуация идет так как они хотели да всем шалом значит в этот момент человек себе говорит классно я придумал я молодец я красавчик если ситуация идет не так как он хочет то человек говорит ну обстоятельства обстоятельства так сложились вот у меня например я могу сказать час обстоятельства так сложились до что я планировал в 10 приехать в и успеть провести урок а не успеваю могу сказать обстоятельства могу сказать что я выехал позже чем надо было и надо было выезжать раньше то есть это не обстоятельства это я поехал в то время когда пробки если я поехал раньше доброе утро да тогда бы я бы уже приехал то есть у нас всегда есть выбор как интерпретировать реальность каким образом себе объяснить то что происходит и каждый человек живет в своей интерпретации реальности теперь когда мы изучаем тору то мы подбираем под себя такую божественную то есть в любом случае человек который изучает тору он получает не эти взгляд на мир которые которые может принять может не принять то есть вот макс золин из екатеринбурга или макс рогольсти видите сколько у нас максов прям ряд макс и макс и когда человек выбирает какую-то идеологию то это тоже выбирает интерпретацию и свое к ней отношение это тоже в интерпретации то есть мы все время живем в мире мы все создатели своей реальности через истории в которой мы верим теперь дальше вот наташа благо благо шалом когда мы изучаем тору мы говорим о том что есть создатель мира да мы принимаем идею что есть создатель у мироздания эта идея она для обычного человека она очень очень тяжело цепляемая потому что ну как вообще как вот если я вам скажу например давайте сейчас порассуждаем о атомной там атомной энергии я вообще ничего не знаю про атомную энергию мне чтобы рассуждать об этом на энергии мне нужно хотя бы знать что такое атом что такое там электрон какой-нибудь да а когда мы пока я не пойму хотя бы первичных объяснений а потом эти первичные объяснения не с ними не поживу какое-то время и не поработаю я не могу понять что такое атомная физика да как то же самое когда мы говорим о воде но изначально религиозный человек он как бы у него аксиома такая езда он говорит у мира есть творец создатель и а хозяин то есть тот кто установил правила и следит за их соблюдением это хозяин рон свибах нарыл шалом да и вот мы значит каждый выстраивает свое отношение с богом отношения с собой отношения с людьми на базе не этих правил в которые верят то есть каждый абсолютно каждый чек не только написано про цадика что цадик bmb ему на то их е цадик верой своей будет жить это написано про цадика но и не цадик верой своей только про цадика сказано цадик верой своей праведник верой своей будет жить потому что его вера она его прикрепляет к источнику жизни к богу а не цадик там злодей или просто человек он своей верой будет умирать то есть он при жизни уже он верит в то что у него нет духовности у него нет души у него нет духовной жизни у него нет связи с богом то есть он верой своей себя убивает праведник верой своей себя оживляет злодей или просто обычный человек он верой своей себя может уничтожать например человек может про себя думать я там я не талантливый у меня нет таланта я ничего не могу достигнуть он своей верой себя и свои возможности уничтожает а другой например человек он думает так я верю в то что настойчивостью и учебой можно получить все что угодно он своей верой себя укрепляет понятно да идея вот и мы сейчас поэтому мы изучаем притчи притчи царя соломона потому что в притчах вот бен застукала молодец уже в притчах рассказывается прям некий модели схемы как надо думать и действовать для того чтобы быть с богом и с людьми в хороших отношениях как уже мы учили в мишле в мишле что тот кто изучает тору то он найдет хэн в сэхэльтову найдет приятность и хороший сэхэльтов это дословно это добрый хороший интеллект бенэй элоким в адам в глазах бога и людей тут тоже интересная такая вещь упоминается смотрите помните мы учили впервые вот коль шаруах обреет но хэмэна каждый человек что руах обреет что дух созданий до дух творений ноаха то есть удобен этот человек и люди хорошо про него думают руаха маком но хэмэна и также бог дух бога от этого человека получает на ход это у на удовольствие что имеется ввиду я вам сейчас расскажу как на коротком примере может даже хорошо что сегодня еду в машине у меня нет с собой книги мишлей я расскажу несколько таких идей которые меня за последнее время историю очень сильно лично зацепили если это известная история я много раз и рассказывал и продолжаю ее изучать повторяю потому что тора ее нужно все время повторять чтобы у тебя эти слова были были они все время в активном состоянии и вот если вы помните есть известная история про царя хисхиягу и про пророка про пророка ишая у который пришел к царю хисхиягу чтобы сказать ему что он умрет и не будет жить он ему так сказал потому что царь хисхиягу не выполнял заповедь главное запад одна из главных заповедей плодитесь размножайтесь и он осознанно решил ее не выполнять то есть он для себя подумал что он умнее бога он подумал так вот это лена штеттс вот эти все шаблоны спаси и сохрани из другой оперы хорошо значит еще раз смотрите приходит пророк ишаягу пророк царю хисхиягу ему говорит а у меня к тебе пророчество говорит ты умрешь и не будешь жить он говорит почему я умру и не буду жить умру в этом мире и не буду жить в мире грядущем а он говорит потому что ты не выполнил заповедь плодитесь и размножайтесь он ему говорит так что же плодитесь и размножайтесь у меня было пророчество что у меня будут плохие сыновья у него были сыновья злодеи вообще пробы негде ставить ему пророк говорит это не твое дело тебе надо выполнять заповеди а это мир бога бог своем мире разберется тогда хисхиягу ему сразу говорит отдай мне свою дочку в жены может быть твои мои заслуги они изменят ситуацию говорит ему на это пророк все постановление установлено на небе все ничего изменить нельзя уже быстро уже постановление ты умрешь и не будешь жить и тут вот стоп ключевая фраза я на этой неделе повторял эту эту историю я раньше на нее никогда не обращал внимание не ни разу просто простая фраза говорит ему говорит ему царь хисхиягу говорит ему кальневу атеха останови свое пророчество вот просто он ему говорит простую фразу стоп говорит останови свое пророчество выходи и значит я буду молиться я получил из дома отца своего что даже если уже острый меч лежит на твоем на твоей шее не переставай надеяться на милосердие всевышнего и тут есть вот эта фраза мудрецы они каждое слово пророков каждое слово там которое зашло в талмуд или второ они анализируют делают анализ и кто-то спросил он говорит а зачем он ему сказал в начале зачем он ему сказал в начале останови свое пророчество потом выйди а потом я буду молиться и он отвечает что если бы он вышел вышел бы пророк и шаягу и продолжил свое пророчество сказать что царь хисхиягу умрет и не будет жить то есть если бы он продолжал это говорить и об этом бы услышали другие люди кроме их двоих то уже на небе невозможно было бы изменить вот это постановление то есть он ему специально сказал останови чтобы никто не знал пока никто не знает пока у других людей в мыслях нет вот этой вот идеи что я умру не буду жить еще это можно поменять как только они уже в это поверят уже уже поменять будет нельзя понятно да идея какое-то умеет к нам отношения человек в начале своими мыслями внутри себя строит свою реальность он себя настраивает что для него реально что для него нереально будет ему бог помогать не будет бог помогать каждый человек себе дает некие сам же дает себе а ну такой суд я не праве не говорит человек я не царик но значит и не могу им быть один говорит второй говорит я я уже царик а буду еще больше царик еще больше праведник 3 говорит вообще не знаю что это такое я вообще не хочу про эту тему думать то есть начали человек внутри себя выстраивает какую-то комбинацию потом когда он выстроил комбинацию своих мыслей у него внутри наполняются эти мысли или позитивной энергией или негативной чем больше у тебя эмоциональной энергии тем более эти мысли становятся сильными потом ты делишься своими мыслями с другими людьми теперь и другие люди делятся над образно на две категории одних добрый взгляд у других злой взгляд что значит плохой взгляд или там добрый взгляд не добрый взгляд опять же у каждого человека внутри своя выстроена реальность насчет окружающего мира один человек смотрит на все и видит позитивные вещи видит помощь бога видит чудеса и он такой он верит что есть чудеса он верит что бог помогает он верит что все можно изменить значит у этого человека добрый взгляд на кого добрый взгляд на себя и на окружающих другой человек он не верит что все можно изменить он верит что все очень сложно ужасно и непоправимо значит и у него раз он в это верит у него называется злой взгляд то есть он и на себя смотрит и на окружающих он смотрит сквозь эту негативную призму теперь дальше выходишь выходит человек например и говорит нет выходит человек и говорит все я значит там двигаюсь в этом направлении то только хороший взгляд он ему говорит дай бог тебе помощи поддержку у тебя все получится с божьей помощью верю что тебя получится и он своими мыслями он усиливает усиливает вот эту уже внутреннюю идею которую думает 1 другой человек он говорит да ты что у тебя не получится в жизни ты что не знаешь нереально и он как бы своими мыслями он убирает то что тот мог бы построить и поэтому сказал царь хисия у он сказал пророку который говорил плохое пророчество он говорит секундочку даже это от бога идет даже ты пророк останови перестань в это верить перестань в это верить перестань это говорить а я сейчас обращусь к богу и бог возможно изменит он изменит вот этот вот мой ну изменит то что он сейчас постановил то есть что такое бог духовную реальность она есть она опускается опускается сверху на человека и говорит царь хисия у он говорит я понимаю что эта реальность на небе уже создана но я буду сейчас молиться и написано он повернулся в сердце свое и в сердце он начал молиться богу чтобы он напомнил богу про все заслуги своих всех праотцов интересно что он молитве он говорит вернее он не говорит там так написано он начал молиться повернувшись к сердцу своему одни говорят что он вошел во внутреннее состояние и значит он прям со всей силы вошел и начал молиться просить чтобы прямо чтобы его идея дошла до до назовем это бог до высших духовных уровней и да и там произвести изменения своей молитвы это одни говорят и он прямо со всей силы он прям такой так туда вошел другие говорят нет он начал молиться и напоминать богу что его дедушка там построил первый храм царь соломон что его прадедушка царь давид и так далее то есть он собрав все вот эти вот и идеи и истории в которой усилили его же самого веру он дошел до вот этих духовных уровней там где находится уровень мыслей уровень веры и он сумел вот здесь и он сумел изменить на небе изменить ту реальность духовную которая уже была сообщена пророку пророк увидел как бы он увидел этот фильм на небе там да как она будет но это пока был только фильм который был на небе в духовном мире и в восприятии пророка он его взял он его сообщил одному человеку а царь хисиягу говорит а я не согласен я верю что будет по-другому и он своей верой сумел изменить на небе постановления понятная идея все на этом сегодня мы заканчиваем наш такой урок на ходу получился я извиняюсь что мы сделали небольшой перерыв в притчах но я думаю что этот урок вам сильно поможет понять и первое как молиться второе что любые мысли которые вы создаете они определяются только вашим взглядом вашим фильтром на на мир то есть есть добрый взгляд есть не добрый взгляд и надо смотреть на себя на будущее на мир на своих близких через добрый взгляд и когда вы это внутри что-то создаете нужно знать кому сообщать кому не сообщать им на небе молитва да она доходит когда вы со всей силы и и туда прямо передаете когда вы находите с помощью своих заповедей митвот вы находите для себя же подтверждение что так оно должно быть и вы как бы напоминаете богу но тут сила вашей веры важно поэтому когда человек например дает заку перед молитвой дает заку и говорит заслугу этого чтобы была услышана молитва помог кому-то вот я смотри я помог выполнил заповедь заслуга этого будет услышана моя молитва а вот я урок tor и поучился в заслугу этого то есть чем больше человек сам чувствует что него есть заслуг тем больше у него внутренней веры что то что он хочет просит и хочет получить он это получит да то есть и заповеди и тора который мы изучаем все это инструменты усиления и выстраивания веры которая в итоге должна прийти к тому что садик верой своей будет жить будет жить вечно то есть он своей верой прикрепляет себя к источнику жизни к богу и опять же насчет веры например утром написано когда ты встаешь должен человек себе говорить когда достигнут мои дела дел аврама и цкака якова то есть он должен верить что может достигнуть такого уровня изменить мир он должен верить что он может прожить этот день невероятно а как эта вера усиливается благодарностью он свой взгляд направляет на то что уже происходит так как он хочет и он напитывается этой силой смотри вот хорошо здесь хорошо там хорошо тут хорошо и он бах а вот моя одна заповедь 2 заповедь 3 заповедь и он разгоняет разгоняет эту силу веры оп а потом бог ему дает например что-то не идет как он хочет он говорит богу ты хозяин мира велика моя вера в тебя я знаю что все к лучшему все равно ты мне еще лучше чем я приготовил и он даже то что идет не как у него хочется он и это использует для усиления своей веры в бога и связи с богом и в итоге он раскачивает свою эмоциональную сферу интеллектуальную сферу и сферу действий до заповедей и он становится цариком все всем желаю чтобы все были цариками и чтобы бог нас слышал наши молитвы и давал только хорошие все спасибо большое всем прекрасного дня наполненного благодарностью к богу и божественными благословениями все всем пока